Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Цей рівень який можуть представити наші співгромаряни, мої колеги, так? Слава Богу! А зараз у нас проходить, вже Не перший раз, і почається на серйозний міжнародний рівень конкурс симфонічних дорентів вим.і.... Стефана Турчука. Я думаю цілком пристойний рівень. До сучасного українського хромового мистецтва, дуже багато думок! Как ты все-таки оценишь хоровое мистецтво Украины, сучасное, то, на каком воно сейчас этапе? Хоровое мистецтво Украины, безумовно, великое, цикавое, багатое явище в сфері культури. Напевно, было бы погано, если бы я с таким захоплением сказал, что вы знаете, мы сейчас перебиваем в таком этапе, что просто лучше не мать. Если ты находишься в середине процесса, ты всегда чувствуешь, что может быть лучше. Особенно так, как у меня, складывается, слава Богу, я думаю, что нам есть куда рухаться вперед. Есть очень серьезно, куда рухаться вперед. И, напевно, одним из главных моментов, которые отсутствуют, которые не стимулируют этот развитие, отсутствуют какой-то критики или какой-то... Взагалі, перестали писать в газетах или где-то коментировать. Для этого нужны музычные критики, которых нет. Понимаете? Точно так, как у нас не было фешн-критиков, теперь их выросли. А с музычными критиками у нас вообще проблема? Есть еще проблема. Есть еще проблема в атмосфере, в загальничеях. Я не думаю, что, скажем, наша музычная спільнота готова до такого открытого спелкувания, до открытої критики. У нас живем в просторах, где есть сформированные авторитеты. И лучше не сказать даже правду про них, потому что они авторитеты. Это так, как национальные... Так что революцию не будем делать, или что тут в хоровом мистецестве? Революцию в хоровом мистецестве не нужно. Я не думаю, что нам что-то треба революционным шляхом змінювати. Единственное, мне бы хотелось, чтобы всегда был открытый доступ до профессиональных коллективов, молодых и так далее. А тем не менее, если молодь возрастает, которая шукает себе реализацию и шукает... Но каким же шляхом, как не революционным, это изменение? А каким революционным? Перейти и захопить коллектив? Нет. Вы имеете возможность критиковать наших героев в веки векового мира? Да, дело в том, что я сейчас ставлю на стезю активной реализации, поэтому, я думаю, что мое не главное завдание критиковать. Мое главное завдание – працювать, и хай критикуют меня. Ладно, давай про проекти. Про цю пасхальну асамблею. Дуже много в интернеті про цей проект. Ну, не будем вам сейчас про те, кто там ее выгадал. Давай расскажи, я уже бачила рекламу на Консерваторії. В этом году какие новые идеи и чем там вы отличаете, например, от минулого? Ну, если фестиваль в основе фест, свято, то нема, напевно, больше такого свята, чем Великдень, чтобы объединять вокруг него. Тим больше, что традиция христианского святкувания Великдня включает в себя в том числе за тиждень, дни и поминальные дни, и так далее. Тобто сфера очень много. И сам предмет свята такий, что вокруг него можно говорить про разные вещи, мови и музыки. Виникла идея, и сразу было понятно, что этот фестиваль мусить быть великим в просторе, великим в количестве участников, что, безусловно, делает сам процесс его организации важным. Скажем, у попередней, в которой мы мали, я не буду говорить про первый фестиваль, начиная с третьего фестиваль, мы мали порядка 25-30 хорей, приймали участь до пяти оркестров, много солистов. Минулого року у нас были иноземные гости из шести стран. Причем дальних, таких как Норвегия, из Німеччины и так далее. Скажи, пожалуйста, что ты вкладаешь, когда ты працюешь над духовным твором? Потому что все-таки оперные твори не всегда. Это, так скажем, легкий жанр. Я, напевно, счастливый в том отношении. Я сказал, что у меня есть много таких сфер реализации. И я счастливый, что в плане реализации себя, как хоровый диригент, хоровый музыкант, я могу работать абсолютно с разным материалом. Музичным. И, значит, с тем контекстом, который он за собой несет. В операции это одно, в церкви это иное. С кредо это еще иное. Вот этого года я, повторюсь, долучился в ансамбль классической музыки от И.М. Лятошинского. Это совсем другой пласт европейской музыки. Так же для меня надзвичайно цікаво. И мне очень интересно. Я маю для себя, как музыкант, комплекс. Я счастливый. Ладно, тогда расскажи мне, пожалуйста, про этот механизм, который позволяет тебе переключаться так быстро. У человека должен быть этот механизм. Мне же интересно, как диригент работает. Я не знаю, напевно, я буду говорить очень субъективные вещи. Напевно, когда ты берешь любой музичный материал и ты дивишься на него, как на перспективу реализации этого материала, то самое главное, оно природное присутствие, а, возможно, потом ты сам себе как-то пытаешься в этой сфере, как мандривник такой, я хочу открыть, что там. Это какие-то банальные вещи. Ты взглядаешься, слушаешься. Ты стоишь перед хором и чувствуешь свой хор. Где? На каком уровне? На каком энергетическом центре ты его чувствуешь? Знову ж таки, вот в часі, когда буду говорить на зразку зразка работы с камерным хором, когда ты долго с людьми працюешь, безумовно, виникает уже какой-то такой сталый контакт. Тобто, они тебя понимают с полуслова, с напевжеста, они все знают, да? Все ж таки. З іншого боку, вот каждый раз цей контакт, его, ніби, нужно подтвердить. И все разом, виконавцы на концертах, намагаются, безумовно, через диригента. Він, якийсь, не знаю, проведник, антенна, перший разряд, какого-то энергетического импульса. Но потом, безумовно, все это все происходит в очень тисном таком сплетении, співпрации. Все намагаются... Все ж таки, это опыт. ...войти в какую-то сферу. Ну, не знаю. Я не могу сказать, потому что у меня, в моей практике были концерты, когда было все. Была хорошая подготовка, хорошие внешние условия, включая погода, для співпраций все зручно. А что-то не произошло. У меня, до речи, был концерт. Дуже цікаво. Мы готовились до одной зарубежной поездки. Дуже серьезно тривалий часы готовили программу одну. Перед теми и выполнили после этого. И каждый раз у нас великим успехом проходила та программа духовной музыки. А одного разу, так как этап перед поездкой, мы выполнили и в Киеве, в Успенском соборе. Возвращались концерты. Ничего страшного не произошло. Но не произошло чего-то главного. Скажем, не было каких-то надзвичайных технических вад в выполнении. Не было такого. И заканчивается концерт. Мы разкланялись в публіці. Артисти пошли перевдягаться. До меня там подошли какие-то мои коллеги, какие-то там спілкувания. И я поднимаюсь. Они перевдягались на хорах. Там такие помещения были нам видялены. Я поднимаюсь до них. И это больше касается девочек. И застаю девочек плачуть. И для меня это был важный момент, потому что невдалий концерт. И для меня это был какой-то момент, который я с великим теплом сгадую. Люди, выходя из сцены, слышали, что что-то не произошло. Что-то надзвичайно важное. Не было ничего. Никто там не зрослося. А они уже знали, что и тут зроста и конкретно в этой программе зроста что-то не было. Это очень важно. Мне кажется, что коллектив, который... Что-то зрослося. Воно же не дійшло до слушателя, так? Значит, в меньшей мере дійшло. Безумовно. Ясно. Это такая история с этой музыкой. Какая сакральная. Мне очень нравится, как хорик Редо выполняет полеву. Викторий. Чи много работаете с молодыми композиторами? Чи много работаете с современными творами? И кто больше нравится? Мы работаем много. Можливо, раньше. Трошки больше работали. У нас был такой один этап. Встановление коллектива, этап. Ну так, сейчас акценти сместились. Мы очень много участвовали в наших фестивалях. Киев Мюзик Фест. Премьера сезона. И там фактически... Да. Очень классный фестиваль. Все программы базировались на выполнении творческих сучасных композиторов. Украинских. С очень многими спорными работали. Как с известными. Валентин Сильве, Остров Станкович и так далее. Можно очень много. Щербакол, Игорь Ганна Гаврилець. Так и со всем молодыми именами, которые, возможно, мало знали широкому загалу. Очень интересно. Особенно, когда я работаю с молодыми, очень интересно было вступать в какой-то диалог. Иногда они предложили творческий, в котором все закончилось. Иногда, выходя из практических потреб, я позволял себе какие-то рекомендации или какие-то прохания про какие-то изменения. Люди отгукывались, достигали спільного результата. Очень интересно. Какой работа ты довольный? Задоволенный в опере, например. Что тебе больше всего вдалося? Что? Найбільше вдалося? Вдалося, так. Ну, чтобы можно было запросить людей, исключительно на это. А, в таком аспекте. Я зрозумів, бо я думаю, з іншого трошки боку пить. Я вважаю, что досить цікавими остальными работами взагалі всього театру, до яких я був долучен в якості хромейстра-постановника, есть постановки, где режиссером был и главный режиссер театру Анатолий Натальевич Соловьянов. Диригентом-постановником есть главный диригент театру Дядюра Микола Володимирович. Я був хромейстром. Это наши спільные остальные две работы. «Казка про царя Салтана» Римского Корсакова. Потрясающее оформление Левицкой марии Сергеевны. Потрясающе. Кто был на этом, «Казка» справедливая, как для меня. Дети просто захоплены и доросли тоже. И, наверное, из серьезных виставов. Дон Карлос Вердин. Дон Карлос. Ты посмехаешься, ты была на касте, у тебя не вызывало такое заболевание? Ну, не знаю. У меня свои отношения до режиссера оперного театра, до костюмеров, до художников, керевников и до всего. Честно, я тебе скажу, мне это не очень нравится. Но все-таки, мне интересует хор, и мне нравится, как спевает хор. Поэтому мне интересно сейчас с тобой рассказать. Я очень коротко прокомендую перед этим, стосовно того режиссера, скажем, и все. Ну, сейчас все театры, в том числе и музычный театр, он настолько разнообразный. Скажем, у нас, безусловно, есть какое-то перебивание в каком-то контексте больших традиций, такого академизма. То есть права, нема никаких доробок сучасных, модерновых. С другой стороны, если ты маешь возможность смотреться, я думаю, какие-то из-за кордона ультра-сучасные постановки. Я про ультра-сучасные не говорю, они мне тоже не подобаются. Это должен быть какой-то баланс все-таки в этом. Напевно. Вот на сегодняшний так. Часто это выглядит так. очень хочется, чтобы у нас программка невеличкая, чтобы там еще музыки хватило. Останнее вопрос. Все-таки, какой-то закордонный, для меня физический стрей. До побачения. До побачения. ультра-сучасные и ультра. Продолжение следует...